Продолжаем проходить. Реймон Чика. Мы сейчас попали в локацию Край Зловещих Мертвецов, или мы тут уже были, собственно. Ну, по крайней мере, нам указывается, что освобождено в 89 кукошек, то есть, получается, мы ещё не закончили всё-таки уровень. Ну, допустим, я-то думал, что каждая новая катсценочка — это новый уровень, но, видимо, нет. Итак, короче, тут ползёт какое-то страшное чудище, которое, возможно, будет следующим боссом. Или, возможно, боссом будет та-та-та-та-та-та-обаная лягуха, которого без конца шпатяем, шпатяем так, что она летает, как бешеная. Да, каждый раз-то забавно делать. Так, ну всё, поехали. Мне, кстати, в комментариях подсказали, что, оказывается, собирать кукошек был ещё дополнительный смысл, потому что, если их собирать, то нам повышают хп, представляете, да? Жаль, что мне раньше этого никто не сказал, я не обращал внимания, что у нас полоска хп растёт. Потому что так-то, да, с моим стилем игры, у меня единственный шанс в обеду — это просто танковать постоянно, понимаете? Поэтому нужно, конечно же, себе максимальное хп прокачивать. И, возможно, мне всё-таки придётся сейчас сбросить игру и всё перепройти, собирая всех кукошек, чтобы у нас был максимум хп. Чтобы у меня хоть какой-то шанс был выжить, понимаете? По крайней мере, в кадре. В кадре-то я туплю жесточайше постоянно. Так, давай, жена, вблёвывай новые пузырьки для нас. Чик-чир, чик-чирик, блин. И это уже 50 раз видео, нашёл, чем хвастаться. Лучше покажи, свошли ты «залететь», что называется. Хе-хе-хе, а то в тебя уже «залетела муха», осталось тут тебе «залететь». А, кстати, да, я же могу плавать, смотрю на эту воду и боюсь с неё упасть, потому что возьму и утону сразу же. Но нет, я же сплаваю тут вполне спокойно. Причём как... Плаваю, конечно, как говдо, на самом деле, очень медленно и криво. Это чё, эти прыжки? Так, но с другой стороны... Нормально, что? Кажется, у нас есть бесконечный кислород, скорее всего. У нас теперь ещё имеются пропеллеры, теперь мы прям как босс из «Стоник Мани», и там гусик тоже под водичкой так же пропеллерами нас пытался замочить, и мы в него кидали бомбочки. Чё это вспомнил, конечно, не знаю, но... Безусловно, выглядит здорово, и самое главное, игра проходится автоматически. Я просто плыву вперёд, и меня самого направляют куда нужно. Удобно, правда, даже не нужно целиться, не нужно ничего делать, просто жмите «Х-2-Вин», что называется. Ну да, стоило ожидать, конечно же, что эта срань сами захочет воевать. Это очередное пугало, судя по его морде. Ну хорошо-хорошо, сейчас она у нас заржавеет очень жёстко. Снова играет такая весёленькая музычка, а внутри пугало находится... Чё это такое? Рыба-косточка. Рыба, видимо, прямо от «Сансика», скорее всего, да? От «Сансика», от «Сансика». Эм, что мне нужно делать? Сейчас среточимся. У меня имеется... А, я его ударил, не понял, как я его ударил, но я его ударил. Замечательно. А, вот, я как будто на него направляю его собственные торпеды, что ли, видимо, да? То есть это как босс «Думс Дэйзон» из «Соника Наквас», да? Неплохо-неплохо. Так, только как-то это нужно сделать, то не очень-то понятно. Эти ракеты, наверное, сами направляются или не сами направляются. Сейчас будем привыкать, понимаете? В этом, конечно, минус того, что ты проходишь ту или иную игру впервые, потому что ты нихрена не понимаешь, да? С одной стороны, это показывает, что первое впечатление, а с другой стороны, ты будешь постоянно тупить из-за этого. Так, ну и что? Ну, а как я в прошлый раз, собственно, это самое атаковал его же торпедами, потому что пока что у меня ничего не получается. Ну-ка. Как вообще работает управление, надо бы понять сначала. Ну, вот я вроде уплыву, плыву, 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 ну-ка, вот так вот. Что-то он не хочет теперь направляться на пролитые себя на свои торпеды, так что, видимо, я что-то сделал для того, чтобы он их направил на себя. Возможно, делает этот вот бэкфлип постоянный. Да-да-да-да-да, точно, я делаю бэкфлип, и ракеты переводятся сами как-то. Теряют фокус, что называется. Ой! Меня пытаются распилить лазером, и самое главное, меня успешно распиливают лазером. Тут, видимо, тоже нужно этот самый кувырок делать каждый раз, да? То есть как-то иронично получается. С одной стороны перед нами огромное свободное вводное пространство, а с другой стороны, как видите, я не могу никуда плыть ни вверх, ни вниз. Я ограничен только левым и правым, да. Ну, нормально, зато и каждый раз торпеды сами перенаправляются. Мне даже не нужно шибко париться. Он кувырок, и всё, я полетела сразу же. Да-то, конечно, лёгкий босс. Ну, учитывая, что это начало региона, возможно, тут ещё будет сложнее всего. Хотя нет, тут уже конец региона, получается, всё ещё предыдущий регион, видимо. Допустим. Короче, давайте, давайте скорее воюем в этом гробном биошоке, чтобы затопить весь этот подводный город ещё разок. Да, уж, в биошоке было весьма всё печально, да? Да, там тоже воевали со всякими вот такими вот ржавыми большими папочками. Так, тоже их всех из больших стволов расстреливали. И сейчас делаем то же самое. Только этот большой папочка расстреливает себя уже сам, без моей помощи, в принципе. Но неплохо так расстреливает стабильно, да? А, чё. Рановато немножечко это сделал. Кувырок. Ну-ка, ещё разок. Отлично, отлично, отлично. Вдух, вдух. Хорошо, что этот босс настолько тупой, что всё равно будет упорно нам подставляться. А ведь если бы он просто перестал пускать торпеды и стрелал бы одним лазером, то, очевидно, я бы сразу проиграл, понимаете? Ну, а так будет неинтересно. Нет, игры должны быть честными. Вы спросите, как бы я обошёл такую проблему? Очень легко. Нужно просто сделать так, чтобы главный герой заставлял врага себя показывать. А не так, что враг сам себя показывает по приколу почему-то. Вот если бы мы подлетали к нему, там, выбивали из него как-нибудь там, это самое... Выбивали заглушку, у него открывалась бы дверка, это было бы логично, понимаете? А так, что он сам подставляется добровольно, это, конечно же, получается глупо. И так в каждой подобной игре. Нужно, чтобы сам игрок заставлял врага поставляться. А не так, что он поставляется сам, потому что он идиот. Да уж, получается, очень клишированные тупые боссы. Но ничего, ничего, чё я хочу, в принципе, тут-то игра упорная и весёлая. Всё, потопили мы этого большого папочку. Пойдёмте искать там самим какого-нибудь папика, который нас, собственно, отсюда вытащит. Из этого ужасного страшного места уложит нас в тёпленькую постельку, даст нам горячую кофеёчку с майонезиком. Так, чё за фантазии, пч-то шли? О чём это есть сейчас? Так, мы тут вообще одни, сами по себе. С нами только наша жена, которая охрененно где сейчас находится. Куда, интересно, плыву-то куда надо или куда не надо? Я плыву, наверное, обратно, такое ощущение, что... Но, скорее всего, меня не выпустят обратно, поэтому я плыву куда нужно. Всё, плывём, плывём, плывём. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Всё, наконец-то, свежий воздух, свежие птички, свежие рыбки. Эти, наверное, тоже рыбки нас будут сжирать, скорее всего, да? Пираньи вот эти вот... Не знаю, вроде не сжирают нас. Так-то страшновато выглядит, опасненько. Ну, допустим. Вот, пираньи из Соник 3, это настоящая проблема. Они в тебя вцепляются и отпустят, пока не сожрут из тебя все кольца. А чтобы их сбросить, нужно двигаться влево-вправо, влево-вправо. Я этого в детстве даже не знал, поэтому каждая пираньи была для меня смертью мгновенной. Какой лучший друг? Я слышу, жена, ты своё место знай. Ну-ка, быстро, это самое... Хотя, ладно, тебе так нормально, в принципе. У тебя уже есть, собственно, своё дитя, поэтому не будут тебя лишний раз грузить. Хе-хе-хе-хе-хе. Да уж. 97% я почти идеально и безупречно прошёл этот уровень, хотя даже не пытался, на самом деле. Ну, посмотрим. Эх, конечно, пока что мы прошли вроде бы всего-то треть игры, я там сравниваю по прохождению на ютубе чужому, без спойлеров, просто сравниваю, смотрю, сколько я уже прошёл. Я прошёл треть игры, получается. Так что нормально, с третьей игры, в принципе, я уже много бы научился, и ни хрена, в принципе, больше не умею, кроме как тому, чего я научился. А чему я научился? Я научился... Научился летать вот первого лица, это классная ракета, а куда летать, тут тоже спрашивается. Хрен его знает, тут как бы это самое... Пройти некуда. Это самое, вы меня не хотите пропустить, что ли, куда-нибудь? Тут как бы ни вверх, ни вниз не пролетишь, тут нету нигде дырочек. А, вот она, дырочка, я, блин, я просто не замечаю. Маленькая такая дырочка, и сейчас я в ваши маленькие дырочки буду проникать, что называется. Хе-хе-хе-хе. Так, давайте. Ну-ка, ещё разок, ещё разок. Так, летают, носят, носят туда-сюда. Не знаю, куда деваться эти бедные несчастные гетеросексуалы. Хе-хе, пока я в них тут проникаю, как настоящий пактолог, что называется. Перепрошиваю их ориентацию и все дела. Нет-нет. Так, чё это сейчас... Чё это сейчас несу такое интересное? Нет, конечно же, конечно же, мы уважаем их, собственно, выбор, да. Они решили сдохнуть, и я уважаю их выбор, и просто их убиваю. Вот и всё, понимаете? Всё честно, да. И пропагандируем суисайды, но если им так хочется, то что ж, как я буду останавливать, спрашивается. Всё, закончилась наша мини-игра, допустим. Кстати, такое ощущение, что здесь уже было очень похожее место. Потом... Всё? Или это и есть такое же самое место, просто телепортация теперь в новый регион будет? Сейчас посмотрим. Всё, пока. Нет-нет-нет, я не пойду туда. У меня от этого доктора мороз по коже. И чё-то передумал и побежал всё-таки. Как будто тут попустили какую-то реплику. Допустим. Ща будем опять вскрывать. То есть мы просто вернулись к тому же самому, получается, что было в начале игры. И нахрена были предыдущие две серии, и тогда получается ЭЗ. А, понятно, вот здесь новый доктор. Хипар. Чё, в постели, Вау, должно быть, ты поздно лёг. Ха-ха-ха. Ну-ну, шучу. Мой коллега всё объяснил. Ха-ха-ха. Вау, должно быть, ты проглотил злума, главный лодырь. Видишь ли, злумы размножаются, как какие-то сорняки. Они словно чокнутые. Посмотрим, можно ли тебя кое-чем расшевелить, что унесёт боль. Ха-ха. Ну, как тебе идея? Ну, и что ж, приступим. Ох, нет. Вот это, я понимаю, народная медицина. Она покупает всех этих самых диплонов, дипломов в переходах. И творят вот такое. Ау, чувак. А, ничего не поделаешь. Чёрный злум застрял в твоих мозгах. Дело в том, что я не могу найти его. Но я знаю парня, который может помочь тебе. Он специалист по пустотам и живёт в пустыне Кнаарена. Ну, мне пора. Мне нужно полить мои растения. Растения? Наркоту выращивает, да, марихуана? Ну, понятное дело, в принципе. По нему всё видно. Короче, я понял суть. Да, мы просто бегаем от одного доктора к другому. Каждый никогда не может с нами сделать. Ну, кстати, визуальный юмор в этой игре тоже здоровский. Эти мелкие такие шуточки буквально на секунду возникают. Типа, крошечного мозга это несчастные жабки. Почти такого уж, как у меня, собственно. Их, их, их. Да, только мне вместо мозга одно, другое только имеется. Другой орган, так сказать, использующийся вместо него. Их, их, их. Но здесь, в принципе, ничего на эту тему особо не скажешь. Кстати, падать, я смотрю, выгодно, потому что можно таким образом вернуться на предыдущую часть локации и собрать всё, что мы упустили. Это же здорово просто. Нужно стараться всё собирать, а то, мало ли, вдруг окажется, что ещё и кристалл нам что-нибудь повышают. Какую-нибудь там ману и так далее. Так, ну допустим, очевидно, что игра станет, конечно, сложнее. Меня пугают в моментах, что мне нужно, там, научиться уклоняться, там, защищаться, пенали. Ну, посмотрим, посмотрим. Если будет много хп, то можно будет просто танковать. А сейчас нужно просто расслабиться и закуривать очередной косячок, короче. Тот самый косячок, который закурил наш предыдущий доктор. И нас тоже, видимо, угостил. Чтобы нас захватил такой хороший-хороший мощный трип. И мы ни о чём плохом не думали, да. Поэтому едем, едем под весёлую музыку, падаем опять вниз зачем-то каждый раз. Почему нас сразу же в конец уровня не отнести, да? Да было бы ещё проще, собственно. Зато эти уровни легко так проходятся на 100%. Здорово ж, правда? Можно, так сказать, побустить свою самооценку, если ты плохо играл в предыдущих уровнях. И здесь-то даже ты, точнее, даже я, смогу играть хорошо. Видите? Просто замечательно и безупречно всё получается. Интересно, к чему же это нас всё приведёт. Найдётся ли однажды какой-нибудь настоящий доктор Айболит, который сделает настоящий Айболь на нашему главному злодею, который у нас сейчас сидит. Да. Ну, вернее, не в нас, конечно, а в нашей ржане. В нас-то ничто не сидит, потому что в нас ничто не сможет войти. У нас никаких входов-выходов нет, что называется. Да уж. Если быть точнее, в нас даже не хватит места для такой маленькой мухи, потому что мы сами маленькие и тощие. Каши нужно больше есть. Тогда можно будет, собственно, это самое. Без всяких перчаток всех выносить с пары ударов. Это я точно знаю. Я люблю в играх наставлять себе параметр, типа там, сила 10. Да, потому что сила есть, ума не надо, знаете. Вот, как, собственно, у меня тоже. Язык без костей есть, а думать, что этим языком милю не нужно совершенно. Правда же? Не-не-не. Потому что вдохновляюсь, собственно, другими подобными летсплейщиками, которые тоже несут всякую фигню и не парятся совершенно. Вот сейчас я точно уже на 100% не пройду уровень. Тут слишком много всего. Просто кошмар. Хотя, возможно, прикол в том, что здесь нужно пройти на 100%, не собрав всё, а собрав определённое количество всего. Тогда у тебя будет считаться 100%, независимо от того, сколько ты забрал, да? Чё вообще тут думаю? Это же просто упоротая матрица какая-то. Хотя даже вот такая упоротая матрица гораздо веселее, чем реальная жизнь или некоторые серые миры, которые так и хочется дропнуть с самого начала. Но сейчас пока что мы ничего такого не летсплеем, к счастью. Уж я-то стараюсь ценить своё личное время, знаете. И играться только в те игры, которые меня максимально сильно цепляют. А не во всякий рандомный шлаг, который мне предлагают там. Уж если предлагают что-то, то пусть предлагают, собственно, на пусть это дело, да? А не просто, слышь, поиграй во что-то, я, естественно, буду в это играть с чем-то. Зачем, нет, спрашивается? Ой, блин, я теперь заставлю перепроходить ещё всё вот это вот, потому что я не приземлился на одну вот эту платформочку. Да, печально. Чекпоинты, конечно, и есть, но их маловато будет. Да. Ну пойдёмся перепроходить, что поделать? Ещё разок покатаемся. Ещё продолжается наш наркотрип бесконечный. И каждая ошибка продлевает его всё сильнее и сильнее. Как каждая очередная бутылочка продлевает твой алкоголизм, что называется. Так, зачем я вообще туда пытался попасть? Я пытался попасть туда, потому что я жадный, я хочу собрать вот эти вот кристаллики, понимаете? Не могу удержаться, хоть и понимаю, что у меня всё, в принципе, не встралось совершенно. Мне можно просто нестись к концу уровня. Всё, попадаем, наконец-то, в новую галактику. Ну вот-вот, явно уже не 100% получилось, хоть я и пытался. И зачем пытался в таком случае? ХЗ. Ещё эти бонус-уровни каждый раз дразят меня этими очками. Собери очки, собери очки, собери очки. Да-да-да, сейчас мы, естественно, отправимся куда-нибудь там в ад. Вот, начинается новая локация пустыня Кнааров. Теперь уже 12 кукошек. И опять же, нужно их собирать, чтобы повышать все ХП. О, нифига себе, тут оказывается поджаривать там жопку. Песочком этим? А почему, интересно? Это же вроде бы тут такая тьма тьмущая. Солнце особо не жарит. Ну, видимо, да, видимо, всё-таки жарит. Допустим. Короче, пол это лава, как та глава из Half-Life 2, где нужно не наступать на песочек, чтобы не призвать всяких там муравьиных львов. Только тут они вам призываются всё равно, независимо от того, что я делаю. Вау. Это типа такой перекачанный, что ли, если я их выношу всех с одного удара уже? Интересно, из чего это такой перекачанный? Тоже поставил себе силу 10, что ли, на 100 персонажа. Когда я успел, интересно? Эх. Ну, ничего, ничего. Теперь я, по крайней мере, знаю. Предупреждён, значит, вооружён. Буду знать, что нужно всё-таки собирать гукошек. Но это потом, потом. Потом, пока что, новая катсценочка, представлять имя новых страшных пуколов. Пока что не страшные, всё-таки и же чему они все. Почему враги не качаются, чё они все-таки лёгкие? Дайте мне челлендж, что я слишком легко играю, всего-то один раз вдох за всю игру. Учитывая, что я прохожу её в первый раз, и тут даже нету настроек сложности, чтобы смог себе поставить изичную сложность. Этот ещё там тридит постоянно. Ты захотел бы, уже просто вылетел оттуда, и не тридел бы там, придурок. Раз ты можешь перемещаться спокойно по этой гробанной лягухе. Всё продолжает, вон, короче, штырить, колбасить. О, снова набухался, что ли? Допустим. Давай ему. Самого себя, что ли, увидел? Неопознанный летающий объект там видит, допустим. Так, тут у нас токсичное болото. Почти такое же токсичное, как я, когда прохожу игры, да снимаю летсплейки свои. Эээ, нифига себе, какая подлость. Вот это никакие шхитрые. Опустили так платформу, чуть меня самого не опустили, что называется. Как мне интересно взять вот эту вот консервную банку, висящую у меня над головой. Хэзэ. Ну, поскакали, получается. Всё, видимо, заканчивается наше весёлое приключение, да? Дальше будет тигамотина сплошная. Выживая тут, выживая там. К сожалению, да, есть такое понятие, как баланс в видеоиграх. Да, баланс гласит, что каждый раз игра у нас становится сложнее, и унылее, чтобы она тебя выбесила под конец, да? Она не должна тебя развлекать с начала и до конца. Она обязательно тебя всё равно задолбает, так или иначе, правда же? Ну, посмотрим, чё ж. Ага, вот теперь понятно, что мне тут нужно. Насаживаемся на пику тащённую, и летим, летим, летим. Ну, по крайней мере, разработчики рассчитали тут так, чтобы всё хорошо работало. Ну-ка, куда мне теперь нужно лететь? Ага, вижу. Жапка мне подсказывает теперь. Угу. Разработчики тут всё рассчитали до мулеметра, чтобы мы лишний раз никуда не падали, не ошибались. И всё равно я ошибся, и всё равно я падаю. Нееет! Только не заново проходить всё это, чтобы снова подниматься наверх. За что, разработчики, где мой пресс X to win? Эх, только стоит себе пресс на X, X, X. Ох, да, X, X, X это хорошая тема, кстати. Так, сосредотачиваемся, и сейчас у нас всё получится. Мы делаем сначала большой прыжок вверх, вот так, только потом уже начинаем планировать. Наверное, так и запланировано разработчиками. Но даже так оно всё равно не работает, мне не хватает высоты прыжка, чтобы добраться до верты. О, чёрт, разработчики, что вы натворили? За что вы меня заперли в этом страшном зелёном аду? Зелёном аду, понимаете? Это снова Грин Хэлл начинается. Это всё бесконечно. Я обречён путешествовать из одного Грин Хэлла в другой, в каждой чёртовой игре. Правда же? Ужас. А, вот аду что. Я думаю, почему я не могу никак подняться? Даже когда я смог долететь до того уступа, там просто некуда двигаться с того момента. Так, короче, понятно, нужно было, оказывается, двигаться вот к этой баночке, потому что, оказывается, режим осмотра местности иногда помогает пристрелять, и да? Ну вот и хорошо, что я решил эту задачку, теперь нужно вот этого гондона отхерачить, который тут меня несколько раз уже мне вмазал, сволочь такая, потому что ХП не осталось, для нас толпка зла, проклятого. Кошмак какой-то. Он оставили врагов, которые тебя расстреливают, пока ты думаешь, куда тебе нужно идти? Спасибо большое разработчики, и продолжайте порти впечатление об этой игре. Только начал радоваться, и есть, что она такая замечательная и весёлая. Да. Нет, начинают душить и грузить. Ну хорошо, посмотрим, учитывая, что это всё ещё даже не середина игры. Боюсь, что задушиться и загрузиться я ещё успею, правда же? А пока что, пока что, пока что, споточку у нас тут ещё имеется. Эмм, ага. То есть мне нужно, получается, отойти вот туда, потом оттуда вон туда, потом вот там вот этим вот этим самым, ну к секундочку. Режим осмотра включаем, вот-вот-вот. Как спудермен, потом пролетаем вон туда, и оказываемся вон там. Да, там сидит наша гробанная жена, которая от нас свалила трусливая тварь. Теперь нужно самому всё тут делать, понимаете? Это ужас какой-то. Вечно всё нужно делать самому. Я прям звучу как типичный злодей, знаете, это обычно им всё время приходится делать всё самим. Ну-ка. Всё, получается, полетели, полетели, полетели. Следующие баночки. Так, работает идеально. Хорошо, что хотя бы разработчики здесь не стали грузить всякими лишними элементами. Вот эту капту тут всё так более-менее хорошо проглядывается. Это просто замечательно. Ну-ка. Всё, сосредотачиваемся. Эм. Так, ни туда, ни туда, ни туда. Так, так, так. Эээ, не отцепляйся, только не это. Я падаю. Помогите. Блин, чёрт, я упал. Ну, начинается, начинается, конечно. Начинаю падать постоянно. Как там постоянно орал Тейлз, Соникирус. Айм фоллинг. Да, я падаю. Там эти упорные фразы тоже звучали постоянно. Тих трёх главных героев всё время они чё-нибудь там орали. Что было, конечно, новиночкой после Соник Адвенчера, где герои как раз-таки молчали на уровнях, а теперь они постоянно там орут, орут, орут. Ну-ка. Так, ладно, сосредоточимся. Сосредоточимся, мы сможем, мы сможем. С 50-го пытки, но мы сможем. Вот так вот, вот так вот, или вот так вот. Куда я вообще полетел? Я полетел куда-то в обратную сторону. Потому что нужно заново целиться, заново раскручиваться. Не работает, нужно раскручиваться. Вот так нужно прям-таки в идеальный, правильный момент подгадать, что подлететь красивенько и чётенько. А вот так, и раз, и два, другое дело. Всё, я потихонечку осваиваю эту огромную физику. Хоть не то, чтобы вообще-то хотелось бы играть, а так нормально игралась без вот этой вот полётной сраньи. Так, тут у нас что нужно лить? Да-да-да, нужно вполне очевидно снова пускать снарядики. Короче, да, заставляет нас сразу же всеми-всеми жонглировать этими баночками консервов. И это, безусловно, весело, наверное, но всё-таки немножко раздражает малость. Так, ну допустим, всё-таки, я считаю, какой-то один гиммик за раз, и они сразу же все 50. А на видео в конце игры придётся по 10 раз всё это делать ещё, наверное, с каким-нибудь таймером садистским, правда? Можно будет на скорость успеть всё это сделать одновременно, пока нас там будут пытаться взорвать, утопить в лаве кислотой залить или чем-нибудь ещё. Я просто в этом не сомневаюсь, что будет ещё душнее. Ну, посмотрим, посмотрим так. А теперь-то что, собственно? А вот теперь хрен знает что, куда там идти и зачем, собственно. Потому что камера не позволяет там ничего увидеть. Ну-ка, вот, секундочку, я сервирую обзор, посмотрим. Отсюда можно полететь вон туда, скорее всего, просто на силе нашего реактивного перьежа. Давайте, полетели, ура! Мы сможем, мы сможем, мы как-нибудь долетим. Из последних сил долетел всё-таки замечательно. Эй, Большой Нос, если хочешь миновать пустыню, используй туннель. Но это будет нелегко, туннель кишит к Наринаме, а эти звери непобедимы. Не, у тебя есть небо лучше. Ставлю последний доллар, чтобы получше. Ладно, слушай, Большой Нос, не подпускай к себе к Наринам, ты понял? Никогда, если они вцепят за тебя, ты покойник. Ну, приятно было познакомиться. И всё, что ли? Это ради этого я спасал этих двух идиотов, чтобы они мне сказали какую-то там фигню, типа, это самое, не получай урона, иначе сдохнешь? Ну, допустим, что ж, полезная информация по-своему, правда? Так, допустим, так, кыш-кыш-кыш, пошёл отсюда, Нарин, пошёл, нафиг отсюда, сволочь. Так, сосредачиваемся, ура, успели, всё. Вот же, грёбаная, бесполезная срань, ползи, наконец-то уже. Терпеть не могу таких вот, такие эскорт-миссии. На дно хорошо, что хотя бы не нужно тебя защищать, грёбаная жабка, и ты можешь получать звездюлей сколько угодно. Давай, получай очередную пачку звездюлей, наконец-то, наконец-то. Пускай тебя хорошенько отымеют за твою бесполезность. Сожрите его, пожалуйста, сварите из него ликушачий суп или ещё что-нибудь. Нет, нет, нет. Ух ты, какие-то новые страшные враги. Вообще начинается хоррор. Ну, понятно, нас, короче, об этих чуваках предупреждали. Естественно, они не пробиваемые, потому что нужно ввести непробиваемых врагов, от которых можно только убегать. Мясцо лучше сырым. Какое тут мясцо? Тут на полтора укуса просто нашего Рима. На и то не мясцо, а не только воздух, по сути. Да уж. Короче, какой-то пакмэн у нас получается, да? Тоже есть призраки, тоже тут есть повсюду ништячки расставлены. Это в таком вот лабиринтике. По-моему, конечно, забавно будет, возможно, если меня не станут сильно тут замучивать. Посмотрим. Туф. Так, следующий раунд, получается. Если они так хотят жрать сырое мясцо, тогда почему они друг друга ещё не сожрали до сих пор? Тут же никого не было всё-таки до нашего прихода. Это было бы куда проще, сожрали бы все друг друга, остался бы один последний, самый такой сытый и жирный, от которого смог бы легко убежать. А сейчас вот будем тут заманиваться, собственно. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что можно им попадаться на глаза, это не страшно, да, если что? Ну-ка. Ага, вот, свинтил. Там можно вниз куда-то спуститься, интересно, зачем? Ладно, хрен с ним, пускай он тут ходит, короче, медленно-медленно ходит, зловещий бормочет, и я пойду пока что по своим делам спасать нашу жабу в беде, естественно. Вы же не ожидали, что эта жаба не будет попадать в беду? Естественно, она станет девой в беде, клишированной. Как же без этого, правда же? Так, ага, мне там нужно наверху как-то... А, вот оно что. Не зря я однако упал вниз, оказывается. Сразу же нашёл то, что я искал. Ну-ка. Бла-бла-бла, короче, завались. Эм, стоп, секундочку, что? А, возможно, что это... Да, я подумал сначала, что это клешня, но нет, это самоналадящаяся ракета. Ну-ка, можно ли я отстрелить вам все морды? Ну, конечно же, нельзя. Эх, увы. Хотя, казалось бы, чем вы отличаетесь от обычных врагов? Такие же обычные жалкие смертные, должно так же легко подыхать. Ну, нет, нет, заманывайся тут. Мм? Ну-ка, где мне подкидываем баночку? Ага, вид, спасибо большое. Плюни мог глаз, фигасики у вас страшнейшие там пытки предлагаются. Ну, в принципе, почему бы и нет? Если вы хотите это сделать с моей жабкой, я только за. А, эта гробанная жабка все равно не заслужила того, чтобы я ей помогал. Так, ну-ка, ну-ка. Тут ничего нет интересного. Ничего нету. Видимо, мне нужно за тебя уцепиться, хрен его знает. Уцепиться ни за что нельзя. Пока что. Ищем, ищем, думаем. Блин, ненавижу думать. Эта игра требует все-таки думать. Иногда я смотрю. Ах. Или не думайте просто куда-то ткнуть в какое-то конкретное место. Кому-нибудь в глаз ткнуть, да и все, чтобы сюда свалить. И валю вам всем, собственно. Вы же тоже обычные смертные. У вас есть два глаза, которые можно, по идее, ткнуть чем-нибудь. И все. И все сразу же закончится. Но нет, нет. Я буду, естественно, от них просто убегать. Трусливенько, потому что они все-таки непробиваемые. Хотя могу ваши свои клишни спокойно им всем подкусывать. Все издалека. И не беспокоиться совершенно. Ну-ка. Да, блин. Еще к направлению нужно привыкнуть. Я все еще не могу привыкнуть, что здесь на отдельной кнопке на ду ты прыгаешь, на другую ты застреляешь этой хренью. А, конечно, замечательно. Спасибо за подсказочку. Буду знать. Так, допустим. Сосрещусь. Мне нужно бить в гонг. А где здесь гонг вообще? Я его даже не вижу. Тут нету, тут нету, тут нету. Может быть, он здесь находится? Здесь находится место, с которого я пришел. И можно каждый раз набрать еще ЛХП, который без конца респаунится. Это здорово, да? Эти светлячки без конца перерождаются. Для того, чтобы я смог жить дальше, что называется. Да, но там, конечно, гонг находится. Мне нужно попасть туда. И это значит, что нужно попасть с помощью снаряда. Все, я дошел, наконец-то. Очевиднейшее, что, естественно, вы уже 50 тысяч раз мне кричите в экран, пока я вас не слышу, увы. Потому что я нахожусь в записи, что называется. И мне бесполезно что-то кричать. Ну, допустим. Сейчас мы, короче, обучимся всему с нуля. Вот так вот. Попал, наконец-то. Здорово. Запускайте кодсценочку. Угу. Все понятно. Тебе тот чел свалил и можно спокойно перелететь дальше. А этот-то почему не свалил, спрашивается. Так, а где я вообще нахожусь? Секундочку. Как я сюда попал? Где-то что-то за место. А, это с другой стороны я просто оказался. Гробные подъемы все эти. Ну да, стелс-миссии я ненавижу прям больше всего. Стелс-то худшее, что может быть в видеоиграх. Ладно, не худшее, конечно. Худшее это Slice of Life. Серьезно, что ли? Я должен еще успеть на скорость это сделать все? Да писяц какой-то. Ааа, уж. Ну все, короче, игра начинает реально душить, походу. Веселье кончилось. Все, видите, больше нельзя просто весело всех раскидывать, все драться, кидаться и так далее, исследовать локации. Нет, изволь теперь заманываться, заманываться, заманываться. Блин. Все делать абсолютно идеально. Это печально, печально. Я этого не ожидал, конечно. Да, уж, о, хоть вообще в видеоигры не играй, вечно они тебя начинают душить. Вот ни одна игра не может оставаться веселой в течение всего процесса, понимаете? Обязательно игра должна тебя однажды начать душить. Потому что вот, потому что вот нужно, потому что геймдизайнеры такие, что хватит с тебя веселья, тебя мучаетесь, а сучара, каждый раз. Да, замечательно просто. Спасибо вам большое за это, разработчики. Ну ладно, сосраточимся. Да какого хера я опять с этой стороны оказался-то? Блин, вот меня еще эта камера подводит тоже, спрашивается. Это же неконтролируемо, разработчики, показывайте мне камеру в нужном направлении. А не вот в этом вот. Все, сейчас будем, короче, подгорать, получается. Веселье кончается, да? Пошел ты нахер отсюда. Все, свалил наконец-то. Хотя бы первая часть у этих мучений пройдена. Сколько их еще интересно будет? Давайте, бейте меня. Покажите мне, что нечего приходить в игры, чтобы развлекаться. Так и в игры, чтобы вам страдать, будем заниматься хернем всякой. Ай, как будто в реале мало того всего, вот этого вот всего, что называется. Так, это что у нас? Нажимные пластины какие-то. Тут еще драться нужно постоянно со всякими признаками. Что сделала? Пластина, она подняла вот это вот. Мне нужно что-то положить на нее, очевидно. Что-нибудь весомое положить, так сказать. У меня пока что ничего нет, поэтому просто сваливаем. Ну и хрен бы с ним. Да, начинаются унылые пещеры, потому что, сами понимаете, красивые яркие локации разработчики не могут делать всю игру. А то у них сил не хватит, понимаете? Нужно делать всякую, ну, духотень унылую вот эту вот, да. Унылые, тупые пещеры, подземелья всякие. Ну-ка, можно тебя просто облететь сейчас? Ну че это такое? Че я с тобой должен сделать, спрашиваю? У меня же ничего нету. Ох. Да, уж не ожидал, конечно, не ожидал, что предыдущие четыре серии мы снимали с удовольствием, а сейчас вот начинается какая-то хер, да. Я вообще ничего не могу сделать, главное, понятно, короче. Нужно идти обратно и искать все-таки какое-то решение здесь. Так, решение найдено. Да, нужно понять, что тут кокосик какой-то. Допустим. А, тебя еще будут призываться постоянно мучить. Давайте, давайте. Ох. А, кокосик еще и разлагается сразу же, стоит только его отпустить. Ничего себе, конечно, тут нужно все делать на скорости, получается. Так, ну-ка, секундочку, я могу положить просто на землю? Могу, все, хорошо. Суть понятна. Просто кидать нельзя, значит, разбивается сразу же. Надо так аккуратно класть на землю. Хорошо, хорошо, понятное дело, что каждая игра все равно должна быть проходимой так или иначе, потому что тестеры старались, все проверяли, рассобочки тоже старались, все это программировали и так далее. И эта игра тем более детская, веселая, развлекательная, она не должна грузить особо, нужно просто меньше тупить, да. Но в том-то и дело, что я не могу не тупить, потому что я только тринжу без конца. А пока я тринжу, мой мозг максимально расслаблен и совершенно не работает, ничего не делать, понимаете. Поэтому мне противопоказано игр, где нужно думать. Я буду просто тупить и злиться, и вы будете на меня злиться за то, что я бомблю на игру, потому что эта игра не хочет быть легкой, потому что она хочет грузить чем-то постоянно. Ну-ка, что тут от меня требуется? Опять посылать снаряд какой-то. Да, нужно снова в воду отребить. Всё проходимо, но всё будет требовать ещё больше практики, ещё больше будет затупов. О, офигенно, у меня ещё не хватает мощи ракеты, чтобы он долетел от этого гонга. То есть нужно спуститься сначала вниз, как-то успеть дострелить, видимо, да? На, и капец. Ну, давайте, что ж, эм... А, ну, конечно, конечно, слишком близко спустился. Теперь поднимайся заново, получается. Эм... Ужас какой-то. Вот это, да, конечно, вот это заманывает всё. Ну, ничего, метод проб и ошибок будет действовать. Однажды мы всё пройдём, да, однажды с ним справимся, но это просто ещё раз, и ещё раз, и ещё раз. Ну-ка, может быть, всё-таки сейчас долетишь? Тут буквально пары сантиметров не хватает до этого странного гонга долететь. Ну же, ну же, ну же. Вот, сработало всё-таки в этот раз. Само краешка платформы сработало. Ну-ка, теперь свинчиваем куда-нибудь там, в никуда. Ничего не видно, конечно, куда я там бегу, собственно. Сдели с него шкуру. Сдели с него шкуру, с меня так... И с меня сейчас и так эта игра. Сдели три кожи, что называется. Из кожи вон лезу, пытаясь её пройти. А ведь так было весело совсем недавно, пока не началась духота, вот эта вот вся мерзкая, унылая локация. Пожалуйста, скажите, что не все локации в игре будут вот такими вот, значит, я просто не знаю, как я буду проходить. Буду проходить эту игру на Ютубе, короче, видимо. И-и-и, это ведь тоже прохождение по-своему. На Ютубе, в смысле, по чужим прохождениям. Буду просто сидеть их и смотреть, и снимать, типа, реакцию. Это тоже вариант, знаете, что вообще париться с самым проходить, если можно просто включить чужое прохождение. И всё, это ведь тоже прохождение, правда? Просто без действий с моих стороны... С моей стороны, что называется. И ещё раз, давайте, давайте, давайте. Да, блин, сволочи, опять уничтожили эту срань. Да... Охренительно, конечно. Всё потому, что нашу сраную жену похитили. То, что она такая тупая мразь, блин. Эта гробанная жаба. Терпеть не могу, блин, кого-либо в беде. Тут не только дело в беде, но и мужики тоже в беде. И жаба в беде, блин. Просто ужас. Вечно надо кого-то спасать. Почему нельзя просто побыть самим собой, с самим собой наедине, что называется? Вечно нужно кого-то спасать. Вечно какая-нибудь мразь на тебя рассчитывает. Вечно какой-нибудь чумобе оказывается в беде. Его нужно спасать, спасать, спасать. ненавижу, блин, спасать. Ай, да. Ну вот видите, сейчас эта серия у нас вся будет изнытья состоять, потому что только начало у меня что-то не получаться, и всё, всё, сразу же весь всё настроение в дерьмо. Только я сегодня проснулся на позитиве, думаю, что сейчас будем снова веселиться в Реймане, но нет, оказывается, веселье кончилось, теперь будет духота сплошная. Но ничего. Как-нибудь выдержим эту духоту, возможно. Вот видите, потихонечку уже справляемся, потихонечку уже двигаемся, как нож сквозь очень такое замёрзшее, заледеневшее масло, да. Но ничего, главное, что двигаемся. Так что давайте, порадуйте меня наконец-то, сделайте мой день, что называется. Рейман, Рейман, сюда! Забери меня! Ой, иди ты нахер, пускай тебя там сожрут, выпотрошь открёбанная, сраная, тупая жаба, только можешь в беду попадать постоянно. Не сомневаюсь, что ты там в каждой игре этой серии попадаешь в беду, и тебе нужно каждый раз спасать, бразь, блин. Ненавижу тех, кто попадает в беду, блин, всех бы их там лично перестрелял, коренам, блин, лишь бы не спасать всех сволочей. Так, ну допустим, какой-то опять древний храм у нас тут, доисторический. Везде клычки, везде камушки. Ну-ка. Ага, теперь эти челы тоже могут нажимать на платформочки. Он только один раз нажал на неё, получается, да, в этом суть, нужно заманить их всех на кнопочки. Хотя бы это я понял сразу же, уже хорошо. Ну-ка, что дальше? Звучит какая-то восточная музыка, все эти дуделки, в рок это ту-ру-ру-ру-ру и так далее. Я, конечно, не люблю такую музычку, я люблю что-нибудь более активное и весёленькое, а не эти завывания в трубочке. Ну, допустим, музыкальный вкус у всех свои, конечно же. Кому-то и от этой музыки будет архазмический архазм в ушках, что называется, но не у меня определённо. Нет. Ну что ж, сосредотачиваемся. Чего у нас тут требуется? Это идеальный точный платформинг, и более того, тебя ещё будут постоянно гонять вот эти вот уроды, не позволяя тебе даже посмотреть, что тут охотится рядом. И куда-то тебе нужно двигаться. Это замечательно! Это же весело, весело, понимаете? Когда тебе требуется сказочная точность, безошибочная. Любая ошибка, и всё, это сразу же начинаешь всё заново, поднимаешься заново, прыгаешь заново. Фан это не для игроков. Нет, для игроков это обязательно подгорание задницы, обязательно превозмогание. Потому что игроки в видеоигры, это же такие чмошники, им постоянно нужно самоутверждаться, понимаете? Поэтому им нужно превосходить всякие там челленджи. Ведь если они будут просто развлекаться в игре, то они не смогут в ней наслаждаться превозмоганием, не смогут повышать свою самооценочку, проходя испытания, понимаете? Вот поэтому я, блин, начинаю ненавидеть видеоигры, где вообще есть хоть что-то неказуальное. На уж. Нужно играть только в те игры, в которых можно включить читы и кайфовать себе. Лишь бы не заниматься всем вот этим вот дрочевым, с этим самоутверждением. Потому что ты прошёл испытание, да, ты теперь крутой. А если ты не проходишь испытания, то ты чмошник, да. Играть в казуальные игры это плохо, да, потому что нужно самоутверждаться всё время. Фу, блин. Геймеры те ещё мудакины, по сути своей. С кем не начнёшь общаться, обязательно все говорят, что да, хардкор, хардкор, это хорошо, конечно же, нужно задрочиваться постоянно. Потому что, значит, какой же ты геймер, Авда, если ты не задрачиваешься, если ты не превозмогаешь постоянно какую-нибудь хер унылую. Да. А я лично считаю, что в мире есть вещи поинтереснее всё-таки, чем, блин, задрачиваться в играх. Игры это здорово, игры это лучшее, что есть в моей жизни. Но игры бывают разные. А вот игры, в которых нет никакого дрочевого, есть только одно сплошное удовольствие и кайф, нравится мне гораздо больше. Так, ну вот, короче. За триндежом, по крайней мере, потихонечку двигаемся, это неплохо получается, да. Да, болтаешь, болтаешь, что-нибудь вот так, вот, ничего, ты добиваешься потихонечку. Фух. Весь потеешь, конечно, жесточаешь, напрягаясь тут. Да, да, несите очередную фигню, главное, тащите мне очередную банку тушёнки, пожалуйста. Вот это другое дело, другое разово. Так, куда мне теперь нужно, за тушёночка спрашивается, а летать нужно? Летать, летать, а куда летать-то? Ага, наверх летать. Хорошо, что я посмотрел сразу же, вот так вот. Увидел краем глаза, что называется. Фух. Коцэточка означает, что я делаю всё правильно, правильно же? Правильно. Так что давайте. А, и всё, что ли, это конец уровня? Я собрал самый минимальный процент, 0,6. Урос какой-то. Но почему бы, почему бы и нет, я только за, собственно. Фух. Есть у меня миссироп от кашля. Так, они там продолжают постоянно дрендить, и нам всё ещё нужно будет спасать нашу деву в беде, судя по всему, в этих всех скучных пещерах. Да, весёлые и красивые локации заканчиваются. Каждый разработчик видеоигр знает, что нужно сначала заманить игрока к красивой локации, и потом совать ему вот это вот унылое говно. Пещеры, канализации, там, мрак всякий, чтобы не париться совершенно. Понарисуй себе унылых пещер, нормально, правда? К сожалению, это такая вот печальная истина видеоигр. Веселье не может длиться вечно. Но ничего, постараемся поискать его позже, здесь ещё немножко... Хм, не знаю, конечно, найду ли я его тут ещё или нет, или сейчас выйдет до конца игры одно сплошное дрочиво. Но, впрочем, посмотрим. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим.